Итак, всем привет! Сегодня у нас суббота. Какое у нас сегодня число? Не помню. 20 октября. Я, кстати, поменяла куртку. Те, кто смотрел трансляцию, видели. Я поменяла куртку, потому что у нас очень прохладная погода. Ну, с капюшоном взяла куртку, такая зимняя. Мы поехали в Хьюрон, в город Хьюрон, к родителям. Немножко скажу про трансляцию. Трансляция у меня прервалась, потому как мы поменяли оператора. У нас раньше был Verizon. Блин, тресется все. А сейчас у нас AT&T. И, ну что я могу сказать? В два раза дешевле, но зато иногда бывают сбои со связью. Видео, как мы заезжаем в город Хьюрон. Ну, мы уже заехали, немножко проехали. И мы сейчас едем до дома родителей мужа. Сейчас едем по центральной улице, которая ведет ко всем нужным местам. Здесь мой муж прожил все свое детство. Потом он уехал отсюда. Родители его до сих пор здесь живут. Они здесь прожили. Они здесь родились и прожили. И бабушка его с дедушкой по маминой стороне родились и прожили здесь тоже всю жизнь. Им уже по 80 лет. Никуда не переезжали. Для меня как-то это чуждо, потому что и мои родители переехали, и я, то есть, переехала. Для меня переехать, это жизнь, это часть моей жизни. Я потому что, ну, потому что это так произошло. И я всегда, когда я росла, была маленькая. И мне, допустим, мои друзья рассказывали, что у них там родители тут всю жизнь жили. И у них там родители, те же учителя, у их родителей были. Я удивлялась этому, потому что, ну, мы же приезжие были. Сейчас мы проезжаем местную достопримечательность, магазин Волк. А вот чьи-то коровы пасутся. Поехать со мной на поле, где папа охотится. Папа, кстати, купил себе грузовик новый, пикап, грузовик новый. Пикап, грузовик, господи, что его призывы, как это звать? Тук-тук. 2011 года. What year is this? Ладно. 2011 года. Ладно, погнали мы. Едем на встречу с нашими охотниками. Я хотела быстро дорожку показать. Тут везде поля фермерские. Кукуруза в основном. Дорога грядированная, никаких ям тоже нет. Ну, просто тоже супер-овсорога. Едешь и просто даже не, ну, я не знаю, даже не переживаешь, что в яму залетишь. Еще кое-что вспомнила, пока еду. Хотела сказать. Я когда садилась в папину машину, ну, я об этом не подумала, а сейчас вот сижу и думаю. Мы, не думая, просто взяли и запрыгнули в машину моего свекра. И никаких доверенностей не надо, ничего. А помню, когда я росла, допустим, родители когда-то, ну, хотели куда-то поехать с кем-то или на чьей-то машине, то либо нужна была доверенность, чтобы быть за рулем этого автомобиля, либо нужно, чтобы человек, который имеет этот автомобиль, который владеет этим автомобилем, сидел, находился, находился там же. А тут просто сел и поехал на чужом автомобиле, когда захотел. Ну, конечно, это классно, а в то же время, о, и своровать тоже легко оказывается, наверное. На кукурузном поле их не видно, они, наверное, на другой стороне сейчас. Они вот так вот ходят, вот эти вот, между кукурузными вот этими полями проезжает автомобиль, разгребает это все. Это вот эта вся земля, это земля дяди, дяди моего мужа. Старый грузовик, который весь ржавый. Вот этот вот владелец этого грузовика покупает всегда самые новые, новые пикапы. То есть у него там два новых автомобиля, а он ездит на этой драндулете старом. Смешно и такое. И вот так они ходят через вот эти, между вот этими кукурузами. Сейчас я покажу, что отойду до туда. И все, видите, поддувает. Я извиняюсь, конечно, если камера трясется. Опять же, я, у меня не специальная камера. Я все снимаю на телефон. И у меня нет, я забыла, точнее, селфи-палочку. Она вроде более-менее устойчиво это делает. И так вот проходишь между кукурузами и ищешь. То есть как будто прочесываешь все вот это поле. И фазаны, они сидят обычно на полу, ошиваются. И они взлетают, если они слышат шум какой-то. И там их стреляют. Ну я, в принципе, наверное, люди знают, как охотиться. Это я просто рассказываю. Потому что я там вообще про это не знала. Как это происходит. Я вот пытаюсь снять. Вон они, охотнички идут. Я приблизила, как смогла. Наверное, трясутся сильно тоже. Сегодня. О, вон они, вон они едут на автомобиле. Я сейчас покажу. Сейчас покажу, сколько они птиц. У них, в общем, нехороший день сегодня. Популяция птиц, этих фазанов, снизилась очень сильно. И, ну, у них это праздник, как бы сказать. И собака. И они это делают, потому что это их традиция в основном. Они, конечно, любят охотиться, но в основном это у них больше традиция, чем охота. Охотиться для удовольствия. Держи, держи. Держи, держи. Hi Elvis, you're such a sweetie. Сейчас покажу птиц. Вон они, фазаны наловленные. What's up, buddy? What's up, buddy? How are you? Oh, you're a pretty doggy. How can I get in? Okay. Тут автомобиль с двумя дверями, те двери открываются только если эту откроешь. Поехали, поехали. Куда идем мы спят тачком? Большой-большой секрет. Кстати, к слову, пришлось. Папе моему мужа 24 года назад сделали пересадку сердца. И вот он, представляете, уже 24 года. Тук-тук-тук. Живет и он с этой семьей встречается. У меня собака с семьей встречается, у которых умер сын. Он разбился на автомобиле, на... не на автомобиле, а на... как он называется? На мотоцикле. Ему было 22 или 23 года. Ну вот, спас отца моего мужа. Я его так люблю, он такой классный. У меня, как ребенка своего, ко мне относятся. Так, едем, едем, едем. Блин, столько пылищи. Ахахаха, как ты делаешь это все время? Это так пыльно. Это очень весело. Ты не можешь ответить на это. Это было просто реторическое вопрос. У нас есть стейн-холадей. Стейн-холадей. Это называется праздником, штатным праздником. Это только в Северной Дакоте? Это открытый сезон? Нет. Это открытый сезон? Это открытый сезон? Нет. Это открытый сезон в Северной Дакоте. Ой, праздник открыт. Открытый сезон охоты на Афазанов. И он это называет, мой папа, мой свекор называет это праздником штата. Другие штаты, он говорит, я не знаю, когда они открываются. Но сегодня во всей Южной Дакоте это было открыто. Мы, кстати, пока ехали по трассе, особо никого не видно было, никто не охотился. Ну, очень прохладно на улице. Блин, какая блюка вообще страшная. Я не могу. Че мы делаем? Что мы делаем? Мы делаем видео. О, ты делаешь это для меня? Да. Ну, ты не можешь делать это для меня. Ну, почему мы здесь здесь? Нет, я имею в виду, ты не можешь двигаться для меня. Ты делаешь, что нужно. Да, это как они будут делать это. О, окей. Так, сейчас придут охотники, которые охотятся. Только ему ударился. Вот они сейчас стрелять будут. Нету птиц. Мало птиц. Нету птиц. Нет, это не фазаны. Нету птиц. 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 Мне почему-то так страшно, как будто сейчас меня выстрелят. Я боюсь. Я боюсь. Я боюсь. Я боюсь. Малышка. Народ. Народ прят. Народ прят. Сейчас посмотрю. Раз, два, три, четыре, пять. Привет, Терри! Как дела? Прямо хорошо? Элвис метит территории. Это их пёс. Ну, не то, что нравится, как собака. Мне нравится, что он такой умный и везде за папой ходит. То есть, только он повернётся, и вон туда же он. То есть, он его чувствует, как будто с ним одно целое. Такой классный. How old is Alvis? Ему семь лет. Красавчик такой, такой мясистый пёс. Какой-то нежирный, он просто такой мясной прям. С такой мышцей везде. Красавчик вообще. Я обожаю таких собак. Не знаю, вот никогда не было у меня любви к маленьким собакам. К маленьким. К ищащим собачкам. К собачонкам. Территорию везде метит. Везде надо пописать. Вообще, надо охотиться. Я вот раньше думала, зачем столько собак. Ну, я же особо прохожу, как я ничего не знаю. Как они должны бегать. Вот они должны бегать между этими пустами. О, вот он, вот он, вот он. Опа, выстрелили. Go get the bird. Alvis, go get the bird. Вон. Сейчас Alvis принесет птицу. Вон она, вон она. Нет, не принес. Не нашел. Блин, я туда-сюда. Рукой вожу. Одну пропустили. Вторая вылетела. По-моему, я ее вижу. Вон, а, нет. И рука трясется. Такое чувство. Итак, у нас выходные заканчиваются. Мы приехали в магазин. Ой, в кафе для мороженого. Детей с собой взяли. Каладом заказала. What did you get? Peanut butter cup. Серьезно? А это с этим, с peanut butter, это с ореховым маслом. Сидни, what did you get? Blue rice, great freeze. Окей. Не знаю, как перевести. Алексу обычное мороженое и Оливье со спринклс. Ну все, будем поедать вкуснятина. Мы уселись в нашем автомобиле. Я сижу сзади, я потому что маленькая. О, Алекс. Зачем ты это делаешь, Алекс? Субтитры сделал DimaTorzok